привет всем сегодня 11 августа 2022 года и сегодня у меня очень счастливый день потому что я получила с помощью пека вот такие прекрасные кустодержатели от елены из ярославля у которой муж варит такие вот железные конструкции которые очень облегчают садоводу жизнь я у нее уже заказывала по прошлом году ли в позапрошлом 3 вот таких корзинки они называются составные конструкции вот из такой половинки состоит и вот из такой очень замечательная вещь для поддержки роз ну в основном для роз я их использую для пионов нужно несколько пониже конструкция который тоже у елены есть ассортименте приходят они не покрашенном виде они их не красят и правильно делать потому что кому-то нужен состаренный ржавый такой вариант в принципе всегда можно взять и самим покрасить что я и сделала сейчас покажу какой краской вот такие конструкции высота такой конструкции приблизительно метр по моему достаточно высоты для того чтобы воткнуть землю до этого венделя где-то 120 сантиметров диаметр этот 60 нижнего кольца по моему сантиметров 40 наверно 45 может быть но можно расставлять их пошире здесь если куст очень широкий можно поставить одну половинку или 2 в общем очень удобная вещь и что самое замечательное этими же опорами можно пользоваться и во время укрытия роз на зиму я так и делаю переворачиваю горизонтально и по ним прекрасно ложится укропной материал краска такая сейчас покажу такая далее грунтомаль по ржавщине 3 в одном молотковая грунтомальнуть баночка 400 литров приблизительно леруа мерлен в общем я очень рада и пэком это все дошло за буквально одни сутки и еще лена конкретно ее муж делает вот такие шпалеры очень мне понравилось исполнение это по моему толщина прудка восьмерка здесь шестерка вот это такой вариант в первозданном виде ржавый я улена заказала четыре такие шпалеры высота ее 180 сантиметров есть ноги которые уходят в землю ширина 65 сантиметров таких шпалер я заказал 4 и вот две из них уже ушли для подвязки флорентина который у меня жутким образом валялась вся здесь на газоне вставлю фотографии как это было так как куст у меня расходится на две точки роста вот так и воткнула это эти две шпалеры посередине можно сказать куста и подвязала с одной стороны и с другой стороны притянула и веревочками такими клипсами в общем надеюсь теперь флорентина у меня будет выдавать шикарное цветение и более гармонично смотреться будет куст эти шпалеры у лены есть немножко в другом варианте но мне надо было как-то привести в единый стиль с моей арка металлической сейчас покажу поэтому здесь были добавлены такие металлические шарики как и на арке вот так же как здесь с учетом моих пожеланий индивидуальных потребностей были сделаны эти шпалеры это лаймлайд почти полностью расцвел в общем я очень довольна подожду когда заржавеют и шарики потом покрашу наверно лаком по ржавчине чтобы сохранить вот этот ржавый цвет но в то же время чтобы не пачкать руки лак по металлу есть такой также для вам мерлин можно посмотреть в общем я очень довольна по необходимости вот эту высоту 180 сантиметров плюс еще заглублены ноги сантиметров на 30 можно увеличить можно самим для кого-то попросить доварить пруток приварить еще сделать повыше но основа она есть потому что груз при перевозке тоже имеет значение говорит габариты груза в общем они решили что 180 сантиметров вполне может при самовывозе поместиться в любую ну не в любую конечно но в такие более-менее стандартные машины легковые вот такая красота я очень довольна или не спасибо большое и кому необходимы я оставлю ссылочку на ее ролик где она рассказывает а о всех шпалерах опорах и кучи всяких других интересных штук которые у нее есть ассортименте меня лена конечно не просила об этом но я не могу этого не сделать потому что мне очень понравилось одна такая опора шпалера стоит по моему с 1500 рублей а те которые показывала ранее кустодержатели по 750 рублей в общем я считаю что это очень-очень даже выгодная и нужная необходимая покупка и и качество и прочность в общем на века это я все стою ум что-то барберой который до сих пор цветет со времен моего прошлого выпуска за рядом у меня стоит опора которую варил мне муж пару лет назад чем она хороша и вот эти опоры не справиться с этой задачей для которой я использую именно эти шпалеры здесь диаметр 40 сантиметров и и вот эти опоры я использую для клематисов вот этих группа интегрифолия все-таки тут здесь поуже нужно кольцо высота приблизительно тоже метр но диаметр кольца должен быть поменьше потому что иначе весь клематис будет вываливаться из той лениной широкой достаточно опоры но для роз просто незаменима вот так вот я например подтянула и зафиксировала к этой опоре саммерсонг также мне в этой опоре вот стоит роза леди шалот широкой вот лениной опоре к сожалению климатис вываливается и обламывается вот так вот побеги широковато на для вот этого климатис интегрифолия литл артист нравится если обрезать вот эти все отсветшие цветочки вот этих вот вот эти мохнатики то цветение будет более длительным я уже молодые побеги света не видели за этого климатиса розы чанс бьюти и шлососин заходит на второе цветение покажу вам климатис которая посадила не очень удобным для обзора месте я знаю что он растет здесь имеют а достаточно вот спиреи растет и желает собраться на аспиреи чего в общем то я и хотела добиться с той стороны посажен климатис тайга это климатис мазури мать и старой группы обрезки такие него необычные космические цветы камеры показывают некий такой фиолетовый оттенок на самом деле он практически голубой очень красивый такие у него бутоны так он цветет тут они встречаются с коматисом тайга вот такой огромный сантиметров наверное 15 здесь только раскрывается потрясающий красивый клематис ему по моему третий год как и деньги а тайга забрался вот аж на спирею и на опору для розы тоже очень необычный мне кажется очень хорошо пускать клематисы на какие-то кустарники которые цвели весной и стоят просто зелеными побегами но очень удобными для того чтобы опираться на эти побеги вот такой он красивый тайга мазури на мою клумбу прибыл новый жилец розочка называется джон клэр так это осиновская розочка не очень не густо махровый цветок и я бы так сказала в таком природном непомпезном стиле роза таких сгибающихся побегах красиво цветет сегодня посадили ее и на другую клубу посадили розу мэри n от тантау чайно-гибридная которая сравнивает с чиппендейлом так ну тут еще остались места для посадок будущих но без розы мне именно такого сорта мне показалось что будет не обойтись вот так пока вот такой в этом году урожай голубейки ягоды спасти постепенно созревают в общем здесь будет чем полакомиться такие крупные сейчас голубику надо подкормить калина фосфорным удобрением калимон фосфат что я наверное сделаю завтра и желательно микро удобрениями удобрением с микроэлементами также голубику не забывать подкармливать брексил кальций брексил комби вот чем-то таким я все хожу и любуюсь розой эустейси вай вот так она прекрасно цветет посадка июня этого года саженец из роз розы так обильным и мне такое впечатление что это благодаря осмокоту которую я положила в яму при посадке какой-то прям очень обильное цветение или это сорт такой не жадное на цветение либо это осмокот такой действенный устойся вай и рядышком очень обилен мастер вуд даже после прошлогодней пересадки она так обильно он уже цвел примут огромное количество считаешь сколько бутон такой красавец здесь цветет ванесса был я к этой розочке еще присматриваюсь она посадка прошлого года очень симпатичный нежно-лимонный цветок я его рядом на фоне принцип посадила принц-де-принц устиновская небольшая роза очень нравится мне это сочетание нежного лимонного такого винного сливового свекольного цвета вот сюда сегодня посадили розу Амариен которая упоминала вставлю ролик и фотографии как у нее выглядела корневая система все хорошо за эти два дня я посадил в общей сложности так 10 или 12 роз уже сбилась со счета из питомника роз роза и как ни странно вскрывая горшки я не увидела подвернутой корневой системы все было вроде бы хорошо тщательный обзор никаких погрешностей не выдал меня девочки просили показать как я сажаю но снимать меня некому поэтому вот все что удалось я вставлю маленький ролик как выглядел горшок и корни в нем конкретно этой розы Амариен ну и у всех остальных с корнями было все нормально королева Швеции продолжает свистеть так вот так саженец из роз розы вот так разрезаю ножницами по металлу такими горшок двух сторон и потом раскрываю вправо влево но сейчас неудобно одной рукой не смотрю не подвернуты ли корни но я уже раскрыла вроде бы с ним все нормально ну вот сейчас будем сажать по периметру ямы вот такая сетка кротовы от кротов гордос юбилей здесь роль даль скобиоза вот там дальше спирит у Фриды опору я конечно отсюда уберу вот я просто ее поставила чтобы вам получше ее рассмотреть в общем очень рекомендую Лену из Ярославля и ее очень умелого мужа по крайней мере мне очень нравится то что они делают выговоренные сроки с быстрой доставкой все очень хорошо это из фогель цветает и снова заходит на вторую волну Оливия а это набрал бутоны golden celebration на этом я прощаюсь с вами всего хорошего и пока пока